ну что друзья последний раз мы остановились с вами на подготовке к бою я уже подготовился к бою к следующему противник будет если я не ошибаюсь каратист мы дрались обычно с боксерами и один раз я проиграл пацану который у которого акцент на джиу-джитсу сегодня мы с вами посмотрим сможет ли майк тайсон драться с каратистом насколько удачно может чё такой грустный голос не не грустный голос может быть у меня что-то горло это немножко прихватило за ночь не знаю вот он ребят каратист айрон майк тайсон еще раз говорю ребят карьера только оффлайн когда начнем играть другие режимы там только онлайн будет карьера оффлайн исключительно нельзя онлайн не поиграть никак ой Да, все лево. Как такое возможно? У меня больше проблем с стаминой, чем у него. У него стамины вообще нет. Почему он меня нагибает, я ничего не понимаю. Даже несерьезно даже. У него нет, кстати, удара. О, корпус! Пробивай ему, печень, давай, давай. Уже неплохо там. Какие длинные руки, а? Уже... Хэб... Сладкий эффект! Продолжение следует. Бей! Тайсон, давай! Продолжение следует. Бей! Ну давай, урони его уже! За одну секунду до кончения раунда. За одну секунду. Фу, одна секунда осталась. Первый раз такое. Чем играешь? На пылесосе сижу. Надо было карьеру за бруслею. Я уже поиграл за бруслею. Уже есть на ютубе видосы. Грой ангел здесь. Бам! Лайки выходят. Неплохо поинт создали. Ламперл-123. Ну, насчет того, что там все остальные стримеры даун-аутисты, не соглашусь. Я вчера одного пацана видел нормального, который играет UFC. Русского, в смысле. Западные это и есть нормальные стримеры. Тведи. Очень рекомендую. Если вы хотите научиться играть, смотрите стримы Тведи. Еще есть один... Один чувак, короче. Но я не помню, как его зовут. Но самый топовый, короче, стример по UFC Тведи. Он номер один на Xbox. Но из русских я только одного пацана видел. Он играет исключительно Ultimate Team. Он играет нормально. Я сейчас не помню его никнейм. Я не буду врать. Правда, я не помню, как его зовут. Все остальные, я согласен, вообще пипец играть не умеют. Просто какие-то дауны сидят. Вату катают, короче. Фиферы зашли в UFC поиграть. Вообще нихера не умеют. Но нет, все-таки не все, еще раз говорю, есть нормальные пацаны. Но их реально мало. Очень мало. Так, итак, у нас сегодня буст будет по Ground. Это очень хорошо, нам это как раз нужно. Джиу-джитсу боюсь уже брать вообще. Вообще боюсь. Я пока не готов к этому даже просто. О, Николай Константинов, ребят! Прикиньте, есть некий Николай Константинов. Давайте проверим его на прочность. Напоминаю, что я играю карьеру на максимальном уровне сложности. Это самый максимум, выше некуда уже. Так, поехали, тренировка. Да, 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 да. Это именно про него, да. Вот тот, который за магу играет, он нормальный пацан. Чувствуется, что как бы он шарит в игре, короче. А всякие там фиферы, у которых там 200 плюс зрителей, они вообще просто нихера играть не умеют. Какие-то пипец сидят там лузеры. Так, тренинг-кэмп. Тренинг-кэмп. Да, но мы сегодня граунд качаем, однозначно, на 100%. У меня какие-нибудь прокаченные-то есть, нет? У меня вообще нет ни одного, что ли. Submission, defense. Нет, Submission я не буду, короче, качать. Так, граунд. Вот этот надо качать, топ-дриллс. Это по-любому просто, 100%. Во второй части можно играть карьеру за реальных бойцов? Да, можно. Где имели, имели будет позже. Ох, я же забыл, короче, в группе-то ВКонтакте, ребят, предупредите, что я буду стримить сегодня. Жесть вообще. Сейчас напишу, быстро. Так что да, правильно там пацан какой-то написал по поводу... Кто там, как тебя зовут-то? Fun eats cloud. Ты все правильно написал, да? Именно тот пацан, который... Судовски, видимо, его зовут, да? Ну, нормальный, нормальный пацан. Так, погнали. Итак, что нам нужно делать? Keep control by passing. Defending passing. А, ну все понятно. Короче, нужно просто работать в клинче. Come on, big shots. Come on, let's see it. More action. Тренировка просто жесть. У меня ноль очков, ребят. Ну, стамина сгорает. Я не могу просто эту тренировку провести, она очень странная. Однозначно перезапускать надо. Я зомби против растений. Он не дает ничего сделать. О, это тоже дает плюс, что ли? Ну, рейтинг B, в принципе, неплохо для этой тренировки. Давайте мы, наверное, все-таки оставим этот результат. Почему какой-то негрилы хватает мужика за титьки? Ну, вот они такие, понимаешь. Как дела? Без знака вопроса? Я не знаю, ты утверждаешь или спрашиваешь меня? Уважаемые школьники, я очень рекомендую вам научиться ставить знак вопроса на клавиатуре. Это сочетание клавиш shift 7. Shift нажимаете, потом 7 и получается знак вопроса. Потому что очень часто юные друзья пишут, считают ненужным ставить знак вопроса и непонятно, что они вообще пишут. Погнали. Продолжение следует... Coming up next, it's a heavyweight collision between Mike Tyson and Goliath. Ну что, Коля, держись. Омск, Россия. Держись, Омск. Тайсон будет сейчас выбивать из тебя жирок. Тут можно прокачивать в режиме... Ребят, в режиме карьеры можно качать бойца, как ты хочешь. По своему плану. В режиме Ultimate Team как тебе повезет. В зависимости от паков. Тайсон будет сейчас выбрасывать. В режиме Ultimate Team как тебе повезет. Ничего себе он меня там при... Прип... Тяжело. Неожиданно, кстати, неожиданно хорошо работает как раз-таки в партере Константинов. Константинов. Ну, чё ж ты не падаешься? Сдох, сдох, сдох. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Let your hands go. Great job blocking that punch. He's got the plum here. That's a vicious move. He caught him with the knee. Big knee. Joe, he's hurt. He lands a huge elbow to the head. He hurt him with that hook. Wow! Solid shot to the body. Oh, that one hurt him. Oh, man. Big straight punch. Ну, он уже, на самом деле, каким-то образом ожил. У него там что-то железная борода какая-то, подбородок. Мало стамины, конечно, у Тайсона. Мало стамины, конечно, у Тайсона. Может, там есть, а на самом деле, где-то заболевает, а у Тайсона. А-а-а. А-а-а. Сокойно, спокойно, спокойно. Поймь, спокойно, спокойно. А-а. И см-фонировал. Инсайд Лайф Кит качал? Так, давайте я всё-таки чат отключу. Чат у нас закрывает стамину. В UFC долго уже играешь? Ну, может быть, день четвёртый. Скорее всего, четвёртый день нет. Где зомби против растения? Ребят, ну, не охота пока к ним возвращаться, честно скажу. Держи, двигай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай, не забывай. И он ест шок. Стараюсь от проблем. Иди сюда. Иди сюда. Вперёд! Вперёд! Хорошо, спокойно. Ты хорошо. Вперёд, спокойно. Оу! Оу, обратка пошла, обратка, обратка пошла. Смотрите, у меня нокдаун просто. Don't talk the talk. Что это за приз такой? А, нокаутируйте своего оппонента за 15 секунд до чего? А, видимо, за 15 секунд до того, как он вас, как сказать, в нокдаун посылал, как-то так. Где-то опять на ютубе. На ютубе можешь ролик посмотреть. Я только обновление GTA стримлю, ребят, только обновление. Прокачай синки, апперкот, все это будет, ребят. Сначала по плану, по моему плану, я сначала прокачиваю все перки. И только потом прокачиваю удары. Сначала перки. Перки на приоритете. У EA абсолютно во всех играх комментаторы нулевые. Я с тобой не соглашусь. Они как раз-таки берут реалистичных, реальных комментаторов. Которые комментируют, ну вот, на телевидении. Это огромный плюс. Ты чувствуешь себя, как будто бы ты на телевизионной трансляции. Ну, по крайней мере, то, что касается баскетбола и UFC. Я не знаю, значит, других игр, не буду врать. Но вот то, что касается баскета и UFC, это совершенно точно. Сейчас мы прокачаем перки. Вот этот самый главный перк. Прокачка нокдаунов. И нокаутов в стойке. Я думаю, что у меня очков, конечно, не хватит. Нет, хватило. Уже пятый левел, друзья, по-моему, это максимум, если я не ошибаюсь. А, нет, не максимум, еще. Да, пятый левел. У меня максимальный, максимальный левел перка, который отвечает за нокдауны. Мину руками. Но вообще, конечно, первый удар, который я прокачаю, самый первый удар, это будет удар Superman Punch, так называемый. Давайте я попробую найти его, потому что этот удар я очень хочу прокачать. Так, где же он? Вот этот вот, вот этот удар. Сколько он стоит? Все, я его прокачал, у меня один уже есть. Он очень хорош. Не понял, откуда Tyson или сам ты его сделал. Я его купил. За деньги. 129 рублей. Или даже дороже он стоит, там, 130 или 9. Не помню, короче. Его можно купить в магазине и можно импортировать потом. Ага, better, stand-up, boostы. Но это на самом деле, я не знаю, у меня, по-моему, stand-up только если скорость прокачана. У меня тоже скорость, по-моему, прокачана. У меня, по-моему, stand-up вообще все прокачано, все, что нужно. Сейчас посмотрим. Так, вот этот вот опасный очень типок. Карате можно взять. Ну, уже уровни бойцов, конечно, серьезные вообще, я вам скажу. Давайте возьмем вот этого каратиста, короче. Я думаю, это будет интересно. И он самый высокоуровневый из всех. Русских все равно нет. Давайте берем вот этого. 75 overall, у меня 76. Давайте мы будем тренировать stand-up training. Но я, по-моему, все уже протренировал, все, что можно. Вот movement и blocking. Это мы будем обязательно тренировать. Давайте тогда быстренько потренируем. У меня, тем более, уже есть опыт. Так что нам не придется времени тратить на тренировку сейчас. И можно отправляться в бой. Смотрю ли я футбол? Нет. Я просто не очень люблю футбол, в принципе, как бы. Только чемпионат мира смотрю иногда. Там что-то типа финалов там и все. Нашу сборную смотреть нервов не хватает. К сожалению. Слишком много негатива и матов после этих матчей. За что даешь админку, потому что конкретнее, пожалуйста, я админом не хочу ставить. Ну, наверное, для начала нужно научиться писать по-русски. В одном предложении не делать по 3-4 ошибки. Я думаю, что это, ну, как бы логично, да? Требование к админа, чтобы он умел по-русски хотя бы писать. Судя по всему, ММО ты тоже не смотришь. Столько псих будет покупать Майка Тайсона, когда есть топовые проспекты. Дружище, ты знаешь, основная фишка этой игры как раз-таки Майк Тайсон. Он наконец-то здесь появился. И... Он притягивает, понимаешь? Он является магнитом к этой игре. Просто людей, которые не смотрят ММА. Все знают Майка Тайсона. Все знают. Но поверь мне, если ты опросишь, например, 10 из 10 мужиков на улице, они все знают Майка Тайсона. Но если ты спросишь 10 мужиков на улице, кто такой Джон Джонс, я уверен, что в лучшем случае 5 тебе скажут, кто это такой, понимаешь? Ты понимаешь разницу вообще? Майк Тайсон и Джон Джонс. Вот тебе и ответ на вопрос. Специально, да, взял Майка Тайсона для того, чтобы... Ну, как бы это было интереснее и мне, и другим. Время. Время. И теперь мы видим результаты этого. Он легко бросает в себя. Эйкс изменил дни в клинч. Убил дубль поджига. О, он его поднял! И от этого переходим к Муи-Таи-Клинчу. Он сам дурак подошел к сетке. Я же не виноват. Хороший пункт! Здесь есть хорошая комбинация! Он поднял его с головкой. Он постоянно к сетке подходит. Смотрите, дурак. Вообще не понимает, что этого нельзя делать. Ошибка! Огромная ошибка. Нельзя к сетке подходить. Почему ты по сетке не играешь? Потому что начинаю всегда с карьеры. Потом иду в сетку. Емельяненкой. Федором. Кто такой Джо Лжонс? Ха-ха. Вы видите? Я же говорю, ребят. Ну, не знает. Половина людей не знает. Больше половины не знает, кто такой Джон Джонс. Ну, тогда бы купим Майкла Джексона тогда. Ну, если был бы Майкл Джексона, я бы обязательно прошел за него карьеру, поверь мне. За имельяненко я играю в онлайне. Бум! И это все, что она писала. Стримы по UFC по 8-10 тысяч зрителей собирают. Такого быть не может. Что ты сочиняешь, дружище? Я никогда не видел на стримах на СК-2 такого количества зрителей. Хотя бы половина от того, что я написал. Такого не может быть. Мак Грегора большинство знает. Я уверен, что еще меньше. Брюсселе фишка прошлой игры. Ух ты! Что это такое? Нам еще добавят буст в тренировочном лагере. Спросить 10 человек на улице, кто такой Брюсселис, кажется, знает его. Да, ребят, да! Это правда, абсолютная правда. Емельяненко лучший? Ну, Емельяненко знают тоже все. Согласен. Я согласен, да. На СК-2ТВ всего 8000 аудитории, там суточная аудитория. Так как откуда там вообще может быть 8000 на стриме? Это бред вообще собачий. Это неправда. Так, давайте мы быстренько прокачаем перки. Это важно очень. Так, перк тоже очень важный. Видимо, Супермен Панч придется дальше качать. Я, кстати, так ими не воспользовался почему-то. С чего вдруг Емельяненко лучший? Ну, как сказать? Я не сказал, что он лучший. Это зрители пишут. Я не могу сказать, что он прям лучший. Но то, что он очень хорош, это совершенно точно. Так, а сколько у меня денег сейчас? А, всего лишь 135. Ну что, давайте выберем следующего бойца. Сулливан Ченни. Греко-римская борьба. Это очень опасно для меня. Муай-тай. Это неплохо. Данкан Труджила какой-то, блин. И вот это вообще пипец опасно очень. Блин, что делать? Я не знаю. Ну, давайте возьмем Муай-тай. Единственный недостаток, что мы не сможем его нокаутировать, скорее всего, в клинче. Это точно не получится. Но он зато самый высокоуровневый. У него 76. Оверал. 76. И мы сейчас потренируемся тогда с вами. Итак, друзья, популярность растет. Очень сильно. Буста никакого по тренировке нет. Никакого абсолютно. Поэтому мы, наверное, может быть, клинч потренировать. Или ground все-таки. Ground and pound хочу потренировать. Да, вот это нужно. Или максимум уже там стоит. Я не пойму что-то вообще. 67. 63.75. Это максимум похоже. Сейчас все делать. Неужели это максимум прям вообще? 63. 63.75. Неужели они не дадут? Сейчас узнаем, короче. 63.75. Сейчас проверим. А, нет. Дают качать, смотрите. Дают все-таки. 64.75. Так, все. Значит, у нас топ-гейм максимум. Надо ground and pound качать. Все, погнали. Ребят, здесь, то что касается карьеры, здесь есть куча бойцов, не существующих. Я думаю, что где-то через примерно 10-15 минут мы закончим с карьерой. И я буду играть за Федора Емельяненко онлайн. Там исключительно онлайн бои будут вообще. Тебе говорили, что голос на Вольного похож или на Вольного? Я не знаю, кто такой. Кто такой Вольный? Следующий. Это показатель двух самых страшных страйкеров в игре сегодня. Монстр и Майк Тайсон. Монстр, вы прикиньте, у него погоняло Монстр. Ну, Монстр, держись. Погнали, Монстр. Монстр, ты готов? Майк Тайсон. И вот мы идем. О, он даже поздороваться не хочет. Ты че, совсем что ли? Обнаглял уже. Хорош, гола увидели, как попадает, хорошо. Они начали эту борьбу с крючком. О, это его... Белый результат. О,cadoно! О, неприятный must. О,ali-то. О, на самом деле! О, λ surgeon Дайд palate. Ого, пол youtube и бесплатно. О,相ольшой кокорь-ечка. Иron logo, minds роман. Ясмол axe ему просто schön, а затем. Все об passionately пthis. О, пол 600 piece до канала. У меня нет этого. У меня стамина нет. Это печалька вообще. Все, встаем. У меня стамина нет. Ух ты, хорошо бьет. Хороший удар. Смотрите, как хорошо ему. Больно там. Хорошая защита от монстра. Супермен панч. Он избавляет клинча. Он его тягнул. Тебе говорили не вставать. В сетке. Мама не говорила тебе, что в сетке нельзя стоять. Мама не говорила тебе, что в сетке нельзя стоять. Это огромное лапо к голове. Он на ноге. Он его с этой ножкой. Вставай, вставай, вставай Тайсон. Давай. Супермен. Угу. Команда! Пробежит!!! 3-3 скидки! 1-4-я! 5-6! 3-5! 3-5! 2-4! 4-5! 3-5! 5-5! 4-5! 1-2! 2-4! 5-5! Да, он два раза уже пропустил нереальные удары, не знаю, как он отнимался. У меня максимально прокачаны уже удары, стойки, он все еще никак отлететь не может. Ты добивай, когда он валяется, зачем ты в партере идешь биться? А как я тебе добью? Тут такая система, что это единственный способ добить. Нельзя стоя на ногах добивать. Игра не дает. Игра не любит Бритни. Если б можно было добивать на ногах, никто бы не лез туда, дружище. Ну, мы же все дураки, что ли? Он потеряет на супермен-панч здесь. И хорошие ноги! Блинный удар! Ого! Уоу! Вот это было круто! Супермен-панч, ребят, закончил игру. Все, GG! Офигенно получилось просто! Супермен-панч, я же говорю, это просто трэш. Это самый сильный удар, вообще, в игре. После колена. Бум и все, и до свидания Супермен панч, до свидания Ух, неплохо, неплохо Ну что, еще пару боев и будем заканчивать с карьерой, ребят Будем переходить в онлайн У меня эволюшн поинтов дофига Я сейчас максимально прокачаю перки нужные Это будет очень хорошо Ух ты, у меня, прикиньте На всех трех плеерах, на твиче, на гудгейме и на ютубе 100 зрителей Обалдеть, такой первый раз Прямо такое ровно, 100, 100, 100 Отлично Так, поехали, файт оффер Давайте выберем сначала бойца Итак, стендап, у нас опять буст идет по стендапу По прокачке в стойке Ну что Вот, это интересно, кстати Winston Slater Mixed Marital Arts То есть MMA У него специализация именно MMA Еще есть вот этот вот, Джордан Кроуфорд Ну давайте беляша возьмем, так интереснее будет Так, и перки прокачаем У меня 3000 Evolution Points Начнем с перков Так, вот этот вот перк тоже нужно срочно качать Все, максимально У меня, у меня, ребят, руки все теперь максимум вообще На полном, в полном смысле слова Максимум по рукам Все, что касается ударов в стойке На максимум прокачено Там уже дальше надо будет качать партер и все остальное Так, у меня еще есть 285 Evolution Points И можно прокачать, попробовать Я не знаю, хватит или нет на удары На Супермен Панч Самый лучший удар, наверное, после коленом Так, и сколько нужно денег, интересно Мне не хватает на 600 Evolution Points Поэтому мы отложим это до следующего раза Так, а атрибуты, атрибуты, атрибуты Что тут можно прокачать, кстати? Так А, это просто показывается Нет, ничего прокачивать нельзя, логично Все, на тренировках качаем На ПК нет, UFC нет Ну что, давайте прокачаем тогда дальше движение Movement И Blocking Я думаю, это будет очень полезно Теперь уже только блоки качаем Все, максимум прокачено, ребят Больше, по-моему, качать не будет, да? А, у меня травмы какие-то есть Лучше не качать эту фигню Даже не знаю, что лучше качать тогда Видимо, перетренировался немножко Клинч максимум Еще можно потренировать Кик-страйк Кик-спид и панч-спид Вот это можно потренировать Все, я вам пой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 78 уже оверал бойца Достаточно неплохо Какая скорость нужна для стрима? Ну, наверное, от 10 мегабит-то минимум Чтобы нормально стримить Если ты имеешь в виду стримить, а не смотреть стрим Что парень по прическе на казачка какого-то похож Ух ты Субтитры сделал DimaTorzok Ну, бей, бей! Найзелбо Терри, ст alter то January Бей в nghĩ И все на тот момент Нерегом Было И ты Да-да, 10 мегабит минимум, для стрима, чтобы стримить. Вот и обиде, бах, все, до свидания. Я же говорю, Супермен-патч, друзья, это самый имбовый удар в игре, после колена. По-моему, прям как подкошенный упал. Fight Night Round я уже два раза стримил карьеру, можете на ютубе его смотреть. Отлично. Ну да, сейчас может быть чемпиона получим тогда. Посмотрим сейчас, как далеко мы от чемпионства. У меня просто не совсем, надо будет посмотреть. Блин, всего лишь 1000 evolution points дали, что так мало? Такой бой шикарный. В первом раунде. Что без вебки? Ну, у меня освещение в комнате очень плохое днем. Ужасное, ужасное освещение, поэтому вебка что-то как-то не заходит нормально. Но я и смотрю, без вебки уже 360 человек пришло, так что людям не так уж она и важна. Так, fight offers. Ну, давайте сначала все-таки прокачаем перк. 1600 там нужно было. У меня сколько? 1200? Блин, у меня по-моему 1600 или нет? А, это же удар Superman Punch. А, давайте Superman Punch дальше прокачивать, короче. Это самый классный удар вообще. Для Тайсона это лучшее, что можно придумать. Но мне на это не хватает. Потом прокачаем другие удары. Так. Давайте посмотрим, насколько мы далеко от чемпионского титула, наверное. Федор Попов на втором месте, кстати. Или Попов, я не знаю как правильно. Читается. Руслан Магомедов на восьмом месте. А я где? Где-то в жопе, наверное, мира. Жесть вообще. Майк Тайсон 32-ое место. 9-1. Статистика. Если помните, я пацану, который на джиу-джитсу специализируется слился. Я не понимаю, как вот этот парень-то выше меня в рейтинге? Если у меня 9-1, а у него 8-1. За счет чего он выше-то? За счет того, что он с более сильными бойцами, что ли, дрался? Слушайте, мне далеко еще до чемпионского боя, походу, ребята. Походу, далеко. Так что давайте еще один бой проведем. Cannot train stand-up. Мне нельзя стойко тренироваться. Так что сейчас последний бой и за Федю Емельяненко побьемся. Итак, в Рестлер нет. Муай Тай. Нормально, в принципе. Кикбоксер. Я вообще люблю беляшей больше бить почему-то. Это красиво просто смотрится, что Майк Тайсон избивает беляшей. Так, кикбоксера берем. Напоминаю всем, что я играю на максимальном уровне сложности. Еще раз вам на всякий случай покажу, что это не вранье. Вот уровень сложности Pro. Начинается все с уровня сложности Beginner. Потом идет Easy, Normal, Hard и самый максимальный уровень сложности Pro. Потом идет уровень сложности Adaptive AI. Но он хуже, чем вот этот. Он не максимальный уровень сложности. Он будет постоянно под вас подстраиваться. То есть, вот это максимум, а это нет. Но можно попробовать его поставить на всякий случай. Может быть сложнее будет. Давайте мы на следующий бой поставим. Может быть соперники будут еще более жесткие. Не знаю. Узнаем. Просто пока что как-то на максимальном уровне сложности слабовато закатывает. Так, что нам нужно? Нам нужно вот это прокачивать по-любому просто. Почему с людьми не дерешься? А вот следующий. Следующий. Сейчас закончим этот бой и будет с людьми. Просто карьеру тоже хочется попроходить. Растянуть удовольствие. Я же объясняю вам ребят. Я растягиваю удовольствие. Если играть только с людьми, то это очень быстро все надоест. Так, все, погнали. Последний бой с компьютером и потом Федя выходит на онлайн-арену. Крупин какой-то. Или крупин. На чем я играю? Сижу на пылесосе, гоняю UFC. На PS4 конечно. PS4 ребят. Игруха огонь на нужен русский язык. Ну да, русского языка здесь нет. Не будет. Соот kmaran был прятанции. Игруха огонь! Игруха огонь на Ух ты, вот это припечатал. Неплохо-неплохо, сложный бой, кстати, почему-то. Может быть его опять припечатай. Хотел перевести бой в партер. Тебе мама не учила, что ли, не вставать к сетке врачок? Он опять встал к сетке, я не виноват, ребят. Не понимает, что нельзя прижиматься к сетке. Адаптива ей получше, да не факт что-то. Адаптива ей получше. Еще раз. Адаптива. Имбо потому, что я прижимаю к сетке и там очень тяжело защищаться. Майк Тайсон просто постоянно жмется. И он отсюда. С официальной решением он... GG. Ну все, ребят. Онлайн. Сейчас мы посмотрим, с кем будем биться в следующий раз. Быстренько проведем тренировку и отправимся в онлайн за Федю. Сейчас твоему Феде башку разобьют? Ну, может быть. Всякое может быть. Вчера один раз я проиграл. Причем самое смешное, что весь бой чувака бил-бил. Бил-бил, короче. Там трехкратное преимущество было по очкам. И он, короче, какой-то лаки панч кинул и все. И до свидания. Это было очень обидно, ребят. Вчера один раз проиграл Федей. Там реально по очкам было. Никаких шансов у него не было, если бы мы все-таки по очкам... В третьем раунде он меня убил. Так, бывает иногда здесь. Так, вот и следующий... Оооо! Кейн Веласкез! Кейн Веласкез! Кейн Веласкез Кейн Веласкез Машина Он предупредит Кейн Веласкез Кейн Веласкез Машина Он просто переосмысливает то, каким должен быть Тяжеловес Это Молл Это тот фрик Азли Который у всех в гиме Офигеть И мне с ним драться что ли? Да вы че шутите? Я еще не готов Кейн Веласкезу не готов Блиииииин Черт Ну че мне делать Тут только можно принять и все Больше никак Варианта отменить нет Ммм Да Девяносто шесть рейтинг Вау Девяносто шесть Вау Ну как Как можно драться? У меня семьдесят шесть всего лишь Я на двадцать не меньше Вы посмотрите какие у него жесткие эти самые перки Ну капец Да я проиграю по любому Ну ладно че Давайте попробуем Семьдесят девять у меня всего лишь У него девяносто шесть Ну как драться? Оф Давайте тогда перки специально куплю У меня шесть шестьдесят шестьдесят пять Жесть Сложность поменьше поставить? Нет я не буду специально ничего менять Сосну так сосну че теперь делать? Ух Шесть вообще Я уже боюсь А вот это кстати очень полезный перк Однозначно Я даже не знаю че еще прокачать если честно Так Сейчас посмотрим ребят че можно еще вкачнуть Вот эту может быть вкачнуть Вот это надо обязательно взять короче сто процентов А у меня денег нет блин не хватает маленько Все надо запомнить эту короче фигню Очень полезный перк На будущем мы его вкачаем конечно Ну что ребят Пожелайте мне удачи Потому что сейчас будет Майка Тайсона будет бить Возможно даже ногами Я смотрю у нас сегодня аншлаг почти пятьсот человек Всех приветствую ребят Я даже чат не включаю Вывод чата на экран потому что там Зашкаливает работа мультичата Ну что мы покачаем Ну что мы покачаем Давайте мы покачаем все таки Вот это вот топ гейм Надо докачать до конца Перк откусывания ушей К сожалению не существует Я бы его первым делом ребят прокачал Но его нет Да все сто сто процентов топ гейм Не позорим майка сделай его Ну попробуем ребят Попробуем сейчас все сделать У нас еще нужно Нужна одна тренировка какая-то Граунд тренинг Я даже не знаю что взять Граунд дефенс может быть Я еще ни разу не прокачивал эту фигню Что еще есть интересно Сабмишен дефенс Сабмишен офенс Нет вот это надо прокачивать короче Сейчас у нас будет тренировка тогда Сейчас у нас будет тренировка тогда Хрис Чипает Ори Unt aun сделаем Попробуем Не заб drummer Попробуем Убедµ Таёго Сномус Вообще никакущая тренировка. Перезапускаем. Вообще не работает. Я не знаю, что делать. Олмост пофиг, да? Давайте еще раз попробуем. Вообще не получилось. Не получается у меня перевести. У меня не так хорошо перст прокачан пока. Может быть на медиуме взять? Тренировки. Нет, надо хотя бы на рейтинг B ввести. Хотя бы одну тренировку. Нормально. Все, меня устраивает. Нормально. Неплохой рейтинг для тренировки на максимальном уровне сложности. Все, ребят. Главный бой дня. Но может быть не главный, если только Федя будет опять за чемпионский поезд драться. Веласкес против Тайсона, друзья. Приветствую всех 550 человек, которые пришли на стрим. Рад всех видеть, ребят. Попробую без палевых глаз вытянуть. Ну, не знаю, ребят. Посмотрим. Где драки? Сейчас будет драка, ребят, с Кейном Веласкесом. Прокачай перк меньше синяков. А что, есть такой перк? Не верю. Не верю. Пипец. 96, друзья, оверол. 96. Да, не драка, а бой сегодня. Но сейчас будет, тем не менее, драка. Честно говоря, я даже не знаю свой план на бой пока. На Кейн и Веласкеса так не попрешь уже, как на драке. Других парцанов. Опять же, если не переться на него, а как тогда драться? У него... Проблема в том, что у Майка Тайсона руки короче. Кейн и Веласкеса значительно... Значительно выше. И надо подумать, ребят, что лучше-то делать. В клинче опять, если брать Веласкеса в клинче, он, скорее всего, будет в партер постоянно переводить. Какие у вас идеи? Пишите в чат. Сейчас выведу чат на экран. Ребят, как вы считаете, какой должен быть план на бой? По корпусу ему. Беги по рингу. Ухо откусывай. Топи его. Сдавайся. Убегай. Сокращай дистанцию. Работай по корпусу. Прижми к сетке и убей коленом. Понятно. За Буратино буду после этого боя играть. Лезть в ближний бой на короткую дистанцию. Понятно. Вырубать какой-то нафиг план. Это мне очень нравится. Мне это... это самый лучший комментарий, друзья. Вырубай какой нафиг план. Мне нравится, да. Ребят, не забывайте подписываться на канал. Сегодня много народу собралось. Все, чат отключаю, ребят. Погнали. Давайте. Удачи. Я надеюсь, что все будет не слишком плохо. Ух ты! Кейн-то Веласкес. Подлец. 25-минут раунд. Блок друкс для Плэйси. Блок друкс для Веласкес. Джо Уайи looks to evolve in all facets of mixed martial arts. Для этого camp, это все было обучение. Он работал очень трудно на его grappling skills. Он бы хотел бы показать их сегодня. И он победил. Джо Уайи, что это ужасно. Ух ты! 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 Ой-ой-ой! Это плохо! Это плохо! Это плохо! Тайсон, с больших пальцев с наступом. Во-второк. Ты���но! Почушу в сторону. И, Баааа! Печалька-печалька-печалька-печалька! Стоим, 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 стоим. Man, he just missed. Solid jab. Oh, good combination. Big punches here. Oh, beautiful hook. Oh, and another one. That hurt him. He scores with a huge left. Big shots. Nice uppercut. Look at that. Wow. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. What the fuck? Just don't die. I'm sorry. We can't die now. Oh, looking for his back. Wow, that was a hard one, Mike. I left. Oh, he left. The island of control is already on the same, but we'll be talking. Oh, my God. Oh, solid straight left. Oh, that's a huge right hand. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, that's a huge right hand. Oh, my God. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ох! Жесть бой получился вообще. Майк Тайсон victorious with the knockout. Тысячу всего лишь evolution points. Ну вы смеетесь что ли? Смешно даже. Всего лишь тысячу evolution points, ребят. Да, сейчас посмотрим. Так, в 80, ребят, в 80 у меня теперь рейтинг оверл. Давайте мы прокачаем нужный перк по-быстрому. Или подождите, или все-таки лучше супермен панч. Мне кажется, он теперь гораздо важнее. Вот, level 5 вкачаем. А, у меня даже не хватает денег на него, да? Ну и тогда перк все-таки. Чтобы меньше расходовалась стамина после удачных попаданий в голову. Это, мне кажется, достаточно важно. Расход стамины уменьшается, эффективность увеличивается по-любому. Так, здесь мы еще хотели один какой-то замечательный перк. Вот он, по-моему. Вот этот вот. Поставить. А у меня опять на него денег не хватает. Да что ты будешь денег? Денег нету, все. Money, money, money. Не хватает money. Сколько у меня там денег-то осталось? Всего лишь 105, друзья. И давайте посмотрим, кто будет следующий боец. Оу. Марк Хант. Оу. Оу. Просто зверь, говорят. Марк Хант просто зверь. Я не могу, Марк Хант. Я не хочу никого на этой планете. Оу. Посмотри, сколько до титул у тебя. А как тут посмотреть? По-моему, тут нет такого. Ладно, тут специальные задачи, конечно, выполнить нереально в таких боях сложных. Жесть. Ну, ребят, вот есть статистика, ребят. Статистика. Вот она. Я пока далеко там еще в списке где-то. Руслан Магомедов на десятом месте. Федор Попов. Или Попов. Не знаю. На четвертом. Марк Хант на двенадцатом месте. То есть, теоретически, я могу после победы над ним занять его место. Теоретически. Андрей Орловский на тринадцатом. Рой Нельсон на четырнадцатом. Так. Майк Тайсон двадцать первый уже. Было тридцать второе. Ну, видите, достаточно быстро, в принципе, расту. И, теоретически, я могу переместиться на, как я уже говорю, на двенадцатую позицию где-то. Двенадцатую, одиннадцатую после этого боя. То есть, рядом с Магомедовым быть. Неплохо. 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 Почему? Одна... Одна... Всего лишь одну тренировку можно провести. Представляете? Одну тренировку. Да серьезно? Так все... Все плохо, что ли? Нет. Вроде бы еще дают потренироваться. Видимо, одну всего лишь тренировку не дадут провести. Все. Advance to fight, друзья. Убери легкий уровень. Какой легкий уровень? Вы что, сумасшедшие, что ли? Я могу обратно вернуть уровень сложности про. Потому что сейчас стоит адаптивный. Давайте поставим уровень сложности про на всякий случай. Потому что есть люди, которые считают, что это легче. Но давайте максимальный поставим и все тогда. Все, ребят. На этом сегодня карьера-то заканчивается. Но мы и будем играть сейчас за Федора Емельяненко. Поэтому никто не уходите со стрима. Сейчас начнется для кого-то самое интересное. Потому что начинается онлайн.